ну что у меня в гостях сегодня ольга серябкина олечка привет дорогая всем добрый вечер как я рада быть сегодня здесь я тоже очень рада что ты сегодня здесь и перешла с новой песни и вообще мы с вами впервые видимся вот ну только по телефону а после того как ты стала мамой так интересно как ты изменилась похудела это да это великолепно все остальное ничего не изменилось но все таки но 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 наверное стало чуть счастливее даже не чуть а вот сильно счастливее потому что все таки ребенок ребенок меняет жизнь меняет конечно ну а переменах жизни мы поговорим чуть позже а пока я все таки хочу поговорить про твою песню потому что вот сейчас мы будем ее слушать и сегодня я услышала уже в эфире ехала прям вот вовремя включила мне так приятно что она звучит на русском радио потому что я сама слушаю русское радио и когда натыкаюсь на себя прям у меня улыбка улыбка расцветает особенно сейчас вообще улыбаться нужно почаще потому что весна наступает но песня называется одиночка у тебя муж сын ты счастливая мама жена почему одиночка что такое ну расскажу песня очень искренняя очень честная она обо мне но не обо мне сейчас а обо мне вот много времени назад назад даже и это длилось ходит долгий период времени потому что я никогда не рассказывала там о том вообще своей личной жизни и достаточно так защищала ее то есть я рассказывала в чем угодно только не об этом потому что я считала что вот когда выйду замуж тогда обязательно буду делиться и ну не делать это вот как бы свободно ну конечно мне все спрашивали там например там например праздник да ты придешь плюс один или или одна и вот когда я понимала что эти вопросы вот они уже я просто понимаю что следующий вопрос будет про это и это было неважно в кругу друзей на работе где-то на мероприятии в общем везде всегда и и вообще вопрос личной жизни всегда ну не всегда он как бы комфортный для того кому то мы у кого она у кого она в радость у кого она абсолютно комфортно да если есть какие-то сложности или вообще бывает так что период когда ты сконцентрирован на чем угодно только не нам не об этом и вот мне хотелось поддержать всех тех кто сейчас не находится в паре и чтобы они чувствовали себя стильными полноценными офигенными и вот такая песня и мне даже там есть фраза что одиночка это стильно ну что ребят кто действительно сейчас не в отношениях пускай эта песня поддержит вас а все кто у кого все хорошо и кто в зоне комфорта просто слушайте потому что песня действительно очень классно ой спасибо большое ольга серябкина только что послушали новую песню одиночка и я тебя вот так я за тебя рада что теперь ты не одиночка да теперь да можно можете отспрашивать о чем угодно а вот я сейчас смотрю такие кто нас что трансляцию смотрит увидят да такие красивые ноготочки на каждом ноготочке по смайлику по разной картинке где сердечко да почему они очень простые такие не как будто выглядят как детские рисунки я специально сделала для своего сына чтобы он ну ему так интереснее будет цвета я спрашиваю там где желтый где синий вот он мне показывает классно молодец слушай но за песню хочу похвалить молодец спасибо молодец надеюсь наши слушатели будут голосовать она очень хочу очень очень хочу золотой граммофон если честно прям реально вот я раньше думала что ну как бы если он есть это приятно если нет но ничего страшного главное чтобы вот а сейчас понимаю что это правда очень важно и очень здорово когда есть такая заслуженная потому что это все равно это означает что песня нравится большому количеству людей и это дико приятно ну в общем это короче важно поэтому ребята голосуйте пожалуйста пожалуйста поле сериаткина у нас гостях с шикарной песни одиночка пришла к нам если вы еще не услышали в на всех площадках лучше конечно русском радио ну естественно слышно я решила знаешь что сделать тобой бритт такой давай а чтобы узнать все-таки в глубине души чего в тебе больше одиночки или неодиночки ну попробуем выяснил звездой давай значит так ты строишь план на выходные сейчас начала строить хорошо любишь ездить за рулем машины одна нет друзья и родные жалуются что до тебя невозможно звонить жалуются а у тебя много друзей нет были мысли начать я думаю что у тебя не было таких мыслей спать с мужем в разных спальнях ой не 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 слава богу бывало ли такое что закрывалась в туалете ну просто побыть одной да а любишь животных да какие будешь всех люблю но у меня дома живет собачка шпиц поэтому тяготею вот к маленьким черненьким шпицам у тебя черный шпиц да а у нас белый шпиц ой мальчик мальчик кастрированный нет наши отношения выходят на новый уровень на выходят давайте ладно ты эмоциональная да тебе обязательно нужен кто-то рядом когда ты ешь ну вот грубо говоря давай так вот завтра может сесть и хамичься одной а можно пойти собрать там уже не знаю там маму подругу знаешь у меня знаешь как да вот кофе люблю пить наверное одна а вот завтракать если вот никого не будет не позавтракаю правда да уже но это круто таком случае я тебе могу сказать сейчас раз два три четыре пять раз два тысяч а ура тебе от одиночки меньше на один вопрос славяйте господи больше ты не одиночка но что говорит о том что все таки это близко было мне когда-то было безусловно где-то далеко глубоко внутри мы все можем быть ты знаешь я вообще скажу что иногда это и неплохо то есть все равно очень важно вот это это правда важно то есть слово одиночка оно как бы принято воспринимать ее как в негативном ключе со знаком минус а по сути а по сути здорово когда у тебя есть кто-то кто тебя очень хорошо понимает это же не обязательно там пара да да просто кто-то близкий кто кто тебя вот понимает без слов со словами по-разному но при этом очень важно чтобы ты был вот как ты сказала самодостаточной чтобы тебе было с собой не скучно собой хорошо да да поэтому ребята это знак плюс но все лучше золотой середине конечно хочешь изменить свою жизнь просто не заплати за интернет слушай сегодня говорил со слушателями как раз на тему того какие события меняли их жизнь разные события мне они делились со мной вот сап сообщениями давай так вот какое событие твою жизнь изменила ну разные периоды разные события тебе вот одно главное и несколько несколько ну конечно когда я попала группу серебро это очень изменило вообще в мою жизнь потому что я у меня не было цели попасть но условно в там вот на лимф там шоу-бизнес я не знаю как угодно зови это это череда случайность это случайность случайная удачная встреча когда ты оказался в нужном месте в нужное время потом конечно замужество очень поменяла мою жизнь я у меня появилось ощущение дома без привязки к месту ну как бы семья конечно же рождение моего сына я узнала о себе гораздо больше если говорить музыку то конечно же мой трек бывший который но некотором смысле но для меня это был важный трек потому что он ну так скажем самый удачный был да с момента когда я начала работать сама да и вообще весь контент делать сама и для меня это было важно что вот условно вот мне для себя это было важно ну чё достаточно много событий и все коротко но тем не менее каждое из этих событий привело к какому-то прекрасному периоду в твоей жизни пусть он продолжается вот этот период счастья ну и конечно же творчество тоже через несколько минут мы соли серябкиной поиграем слушай я хочу рассказать одну историю своей жизни в 17 лет ты стала кандидатом в мастера спорта по больным там да это правда вот но продолжать развиваться в этом направлении ты не стала в этой сфере почему ты приняла такое решение но можно вот больный танц такую красоту взять ты знаешь ну вот я в этом смысле действую интуитивно на самом деле если бы я продолжала как раз встала только в пару с очень талантливым танцором у меня появилась прям потрясающий партнер сказал партнер моей мечты но нужное время в нужном месте на что еще вот а вот она же да но я чувствовала я чувствовала что не вот в общем какой-то момент у меня был выбор интересоваться чем-то еще но больше как бы какими-то вот современными направлениями там больше музыкальными какими-то историями людьми вот какие-то знаешь вот тусовки так скажем более музыкальные и это хотя я очень уважаю обожаю вот все что связано со спортом и с больными танцами но и действовал исключительно интуитивно и вот я чувствую что я вообще всегда вот знаешь когда что-то делаю и даже если кажется что это неправильно но я чувствую что вот мое сердце откликнулась откликнулась я я иду за ним и у меня работает но я думаю что на самом деле у всех работает просто важно правильно почувствовать да да себя и слышать ну то есть вот такой момент да а это выбор когда ты пришла на танцы тебя не хотели брать сказали что у тебя не чувство ритма тебе было тогда ты была такая маленькая тебе было тогда 6 лет да это правда ну вообще когда я прочитала у меня просто младшей дочке сейчас вот 6 лет будет через две недели меня прямо ну так стало тебя жалко как ну как ребенок с этим справился и вот как тебя это не сломал ты знаешь это все благодаря моему папе который тоже ну как бы нам вместе сказали он причем это говорили не мне то есть я стояла рядом а ему говорили что мы дочку это еще хуже кстати это вообще это еще ужаснее когда те горит типа маленькая ну вот слушай ты вот тебе нужно там что-то да 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 а когда папе говорит слушайте но мы ее не возьмем как бы у нее вообще нет чувство ритма и как бы с ней никто не захочет танцевать слышу это ужас это ужас причем это я думаю что за преподаватель который может при ребенке это говорить я же там не прозрачная была что меня не видно да папа сказал по ну сказал тетя шутит и папа сказал мы пойдем другое место и все будет классно тетя вообще не не слушаю и понимаешь да и так и было то есть я настолько вот он как-то это сказал не то что знаешь это было я им всем докажу что я могу вообще я просто пропустила мимо и как бы он так сказал что я подумала что но тетя реально шутит да молодец и это было так легко это я потом уже понимала вспоминала а чувства ритма то правда нет я когда пришла заниматься музыкой мне макс говорит господи ольга ты можно воспитать себе чувство ритма конечно можно ну конечно я не стану там барабанщиком ну хорошо но не стану я барабанщик но буду чуть-чуть мимо там ритма где-то слушай ну а вдруг это моя фишка да может быть вот просто ну хорошо что-то идет не по правилам что-то идет но не всегда как как у всех идеально но ведь красота же не в этой не идеально если была бы идеальность она была бы не красотой а уродством молодец правильно умница но это все равно себя закалял ну конечно жизни вот такие эпизоды они не должны знаешь а мне мне кажется мне мне кажется каждому из нас периодически говорили что ну что-то да 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 но ведь вопрос том как этому относиться какие делать выводы конечно иногда это объективно и это просто говорит о том что тебе нужно позаниматься хочешь я тебе скажу правду да тебя но она она ты уверен что ты хочешь она не очень приятно скажи интересно ну а вот правда не очень приятно но не обижусь лучше всех у меня в гостях ольга серебкина приготовил для тебя викторину хочу узнать больше про бальные танцы с твоей помощью давай да угадалочка название какого танца переводится как соус я тебе буду давать три варианта а ты выбирай хорошо а чай-чай-чай так сальса или фламенко соус на сальса ну и правильно абсолютно верно молодец какой бальный танец получил название одного из вида походки лошадей внимание галоп гавот или фокстрот ну галоп конечно но абсолютно правильно конечно дети счастливы галоп европейский танец в котором музыка имеет очень быстрое движение правильно вот третий вопрос кстати похож на быстрый быстром фокстроте есть такой элемент который называется голод поэтому а ну вот видишь все таки я взяла разные танцы а в 19 веке танцевали на балу венский вальс как его танцевали как правильно было танцевать мужчина кружил девушку в воздухе весь танец наступали друг другу на ноги или соприкасались мизин ну этими пальчиками кружил ты думаешь кружил но ну хотя не в воздухе странно это похоже знаешь что танец из маски и так хорошо значит соприкасались мизинцы нет соприкасались пальчиками пальчиками и второй вариант какой наступали друг другу на ноги но не хотелось бы там ну тогда вот это мизинчиками пальчиками абсолютно правильно 3-0 смотри как ты все знаешь про больные танцы хорошо давай тогда какому танцу было принято обучать школьников советском союзе внимание вальс ча-ча-ча или танго в советском союзе оля ты тогда не была школьницей вальсу ты думаешь это был вальс или танго точно не точно не чай-чай-чай нет ты знаешь как ни странно я тоже подумала сначала что это должен быть вальс но это там чай-чай-чай-чай-чай-чай-чай-чай-чай-чай-чай да я не понимаю почему но ведь там активные движения бедрами этот танец такой ну интересно может быть это связано с тем что это правда это прямо правда учили да учили но но я тогда но я тогда не училась тоже в школе задолго до нас но и наконец последний вопрос какое лучшее пожелание танцоры перед выступлением не пухнем пиро подожди эти варианты, да. Чтоб ты лопнул, чтоб ты сломал ногу, чтоб ты жил на одну зарплату. Чтоб ты сломал ногу. Гениально, молодец. А счетом 4-1 Ольга Серябкина побеждает в этой игре. Эх, ча-ча-ча подвело. Оля Серябкина у меня в гостях, и я, конечно, хочу у тебя спросить, какие у тебя новости будут в ближайшее время, может, какие-то концерты большие у нас ты найдешь. Что касается большого концерта, я планирую сделать его во второй половине года, хочу где-нибудь в сентябре или октябре, и вот сейчас как раз после моего дня рождения, не скоро день рождения будет, и после этого будем, сейчас забита этим, а чуть позже вот начну как раз организовывать все это дело, искать площадку. У меня есть уже на этом все мысли, поэтому чуть позже расскажу. Но в Москве будет открытый концерт, куда может прийти абсолютно любой человек, совершенно бесплатно, на открытие нового депо на Комсомольской полости трехвокзала 31 марта. Всех жду. Прекрасно, это буквально на этой неделе уже. Это вот уже будет в эти выходные, поэтому приходите, там будет классно, весело, я буду вас ждать красивенькое с новыми песнями. Все, придем обязательно. Ни с кем не хочешь записать дуэт? Хочу, сейчас работаю на эту тему очень активно. Ну, недавно рассказала я в интервью, что хочу сделать с диджеем Смэшем, и, честно говоря, мы в процессе уже. О, приходите с этой песней ко мне. Вот, вот, ты знаешь, вот прям как только сделаем, с удовольствием. Все, договорились. Сделаем здесь премьеру. С удовольствием. Оля Серяткина. Договорились. Договорились. Все, Алла, договорились. Хорошо. Слушаем твою песню. Прекрасная песня, я ее очень люблю. Набери мой номер. Ну, и я с вами, друзья, прощаюсь до завтра, до 7 вечера. Оставляю вас в компании с Иваном Соловьем. Олечка, спасибо. Спасибо большое за потрясающий эфир. Всего отличного вечера.